Матч, конечно, неординарный, конечно. Первый тайм хорошо играли, контролировали больше, наверное, игру. Как-то больше с мячом и забили, я думаю, рабочий гол, побороли, забили. В концовке, конечно, в раздевалку получили со штрафного, но хорошо парень пробил, надо додолжное. Ну, во втором тайме, конечно, после красной карточки немножко подсели, естественно, в обороне начали играть больше на контратаках. Но, думаю, счет закономерный с этой красной карточкой. Ну, конечно, ожидали другого результата и стремились к нему, стремились выиграть, это естественно, но как есть. Гондурас соперник какого уровня? Так, ну, ребята реально хорошие, техничные, то есть они любят больше работать с мячом и нельзя было им этого давать. Ну, хороший соперник, конечно, хороший спальник перед ответственными играми. Есть задача занять в отборочной группе к чемпионату мира 2022 года второе место? Конечно, ну, почему бы нет, ну, задачи максимальные, а все зависит, как говорится, от нас. И от нас, как бы, болельщики тоже ждут, и те, кто переживают за сборную, и, как бы, ждут только положительного, хорошего результата. Почему бы нет? Цели стоят, а все зависит от нас. Думаю, все увидим на поле. Ну, еще чуть-чуть по матчу, да, очень высоко встречали, прессинговали в первом тайме, это была установка тренера, либо игроки в такой хорошей физической форме? Нет, ну, конечно, и установка тренера, конечно, потому что, как я и говорил, что ребята любят работать с мячом, без мяча как-то, ну, не так сильно они выглядят. Так что надо было, конечно, прессинговать, встречать их выше, как можно меньше, чтобы они встречались с мячом. Думаю, в первом тайме это очень хорошо получалось, конечно, после удаления немного, это уже, конечно, мы сели уже в оборону и начали играть уже от обороны и уходить в контратаки.